Почему я рожден во грехе? Но быстрее, все же просто. У вас правильные мысли. Просто я не слышу ответов. Почему я рожден во грехе? Первородный грех. Молодец. Потому что Адам согрешил. И это нужно понимать. Это нужно, ну реально нужно понимать. Знаете, это не освобождает меня от ответственности. Потому что, ну это тоже нужно правильно понять. Что, ну раз Адам совершил, я не виноват, тогда что ко мне и претензии какие-то предъявлять. Все, с Адамом там надо разобраться или еще что-то. Но мы разбирали, что... Суть здесь не совсем в том, что вот Адам согрешил, и это вот просто автоматически. А суть в том, что находясь на месте Адама, каждый из нас бы, ну, то же самое бы сделал. Вот и все. Вот это очень важно понимать. С одной стороны, не нагружать себя тем, что, ну, как бы, все на мне, вся вина на мне. Но с другой стороны, не скидывать всю вину на Адама. На кого мы вину можем скинуть здесь? На сам грех. На сам грех. Грех крайне грешен. Просто. Он настолько грешен. Вот мы сейчас посмотрим, что... В римлянах будем читать, что шансов у человека нет. Нет противостояния с грехом, у человека нет шанса победить. И тут не виноват, говорю, человек, и даже Адам не виноват. Мы видели, как Адам был обольщен, как ситуация так развернулась, так резко, так, ну, непредположительно для него, что действительно жена, которую ему дал Бог, принесла ему вот это вот, съела сама и дала ему, и мы не знаем. Даже до конца. Знал он, когда он ел, или не знал, что он ел. То, что тоже даже не написано. Сам факт, что он съел. И все. И сразу стал виновен. Если съешь, смертью умрешь. Как съешь, уже неизвестно. Правильно ли мне? Все. И Адам съел. Жена съела, принесла ему. Не знаю, до этого сказала, или после этого сказала. Потому что, ну, вот, да, Библия нам позволяет здесь даже не знать. Но мы видим, что это не влияет на сам факт. Грехопадение. Поэтому, вот, я и говорю, что и мы также с вами, придя в этот мир, стали грешить. Мы не собирались. Нам нравилось жить не грешать. Но почему-то мы стали это делать. И чем дальше живем, многие люди, тем больше, и больше, и больше. Вот. И ничего с этим сделать не можем. Вот. И данный год в Христе, когда мы приходим в церковь, мы начинаем слышать эти слова. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. И мы по-разному это, вот, какими свободными, куда свободными. Я свободен, да, вот. Что свободен? Для чего свободен? Да, и мы свободу тоже по-разному понимаем. Да. Были маленькие, нас родители что-то заставляли делать. Мы хотели вырасти для того, чтобы быть свободными. Да. Хотели больше денег заработать, опять же, для того, чтобы быть свободными. И мы по-разному. Кто-то в тюрьме посидел, ценит такую свободу, хочет быть свободным и так далее. И вот, когда Иисус это сказал иудеям тоже. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Они не поняли, они говорят, слушай, это мы вообще-то рабами никогда ни у кого не были. И все, у них, ну, сразу затык, он говорит, всякий делающий грех, есть раб греха. Все, и если сын освободит, тогда истинно будете свободными. Поэтому то, что мы должны понять из этой темы, это то, что без Христа не существует никакой другой возможности освободиться от греха. Знаете, я здесь больше даже говорю не про искупление за грехи, в том плане, что они мне прощены благодаря тому, что он умер. А я уже говорю даже именно про то, как нам жить-то. Понимаете, да, что, ну, как же нам не жить во грехе? Потому что, опять же, если мы идем в понимание этого слова дальше, то грех означает не всегда, вот, пить, курить, матом, ругаться. В целом он означает мимо, мимо цели. Вот, и, и с другими словами, он везде, везде в нашей жизни. Если мы не во Христе, наша жизнь всегда будет мимо. У всех людей. Просто мимо. Мимо настоящего счастья, мимо настоящей радости, мимо настоящего успеха. В кавычках все это может быть. Радость искусственная, успех искусственный, все, что угодно может быть. Но настоящего не будет. Невозможно. Почему? Потому что есть грех. Потому что есть вот эта вот субстанция, я не знаю, что это, да, до конца, как это вот понять. Но есть вот эта мимо. И она всегда будет присутствовать в твоей жизни. И никуда ты от нее не денешься. И почему-то вот здесь никакой не получается. Давайте откроем римлянам. Например, почитаем. Ну вот пятую главу и откроем. Только прочитаем дальше. С 11 стиха давайте прочитаем. Вот только она по 10 прочитала, а мы поедем дальше. И не довольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, которые есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо преступлением одного подверглись смерти многие. Тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждения, так правдую одного всем человекам оправдания к жизни. Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Большое количество информации. Праведность и благодать. И мы видим как бы вот в контексте внутреннее, что нам Павел пытается передать, или Бог, Дух Святой, что вот эта вот сила Божья, действующая через Христа, она сильнее силы действующей во грехе. Да? Ощущается здесь, да, что вот дар, вернее, да, вот это вот, дар не как суд за одно согрешение, либо суд за одно преступление к осаждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Да? Вот отсюда и берется вот это вот понимание того, что, ну, Бог, Он, во-первых, мы до этого читали, да, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Но помимо этого, Он продолжает еще с нами работать, что вот это вот от многих преступлений, это уже вот внутренне, Он так говорит, что, знаете, Бог тебе простил не только прошлые грехи, но прошлые, настоящие. И какие еще? Так что же мне теперь грешить? Нет. Да? Вот, вот оно как бы, да, вот эта вот логика, да, раз мне и будущие прощены все, тогда я что, делать буду, что я хочу? Нет, не для этого это тебе дано было, да, тогда ты не понимаешь, ну, как бы, самой сути вещей, ты не понимаешь сути греха. Что дело-то не в том, что грех это что-то для тебя приятное, это на самом деле, как бы, для тебя ненужное и неприятное. Просто из-за твоей искаженной природы, ты, как бы, вот, ну, тебя это тянет делать. Ты становишься вот этим, ну, как бы, человеком зависимым. Давайте почитаем еще о грехе. Седьмая глава римлянам. Давайте мы, прям, с первого стиха прочитаем, наверное, всю главу. Нам важно, вот, я говорю, что, знаете, тема настолько большая, что если я сейчас буду, там, каждый стих разбирать, какие-то, вот, много своих мыслей давать, я боюсь, мы, как бы, вот, ну, не уловим саму суть, но нам нужно, вот, чтобы вот эти озарения Божьи, они к нам пришли от слова. Разве вы не знаете, братья, и поговорю о знающем закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если муж, а если умрет муж, она освобождается от закона замужем. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодевицей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодевицей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, приносит лонгон, да? То есть, вот, мысль такая, представьте, мы откуда начинаем нашу борьбу с грехом? Мы, знаете, вот, мы привыкли к такой формулировке, мы умерли для греха, да? Ну, как бы, вот эту формулировку, как будто бы нам проще понять. Вот мы должны, мы даже телом Христовым мы умерли для греха. Верное исповедание? Верное. Но для того, чтобы вот умереть для греха, нужно сначала умереть для закона. Или все это вместе. Представляете, вот то, что мы телом Христовым умираем не только для греха, но умираем и для закона. Сложно. Правильно или нет? Но невозможно по-другому получить вот эту благодать и понять. А что значит умирать для закона? Это как раз вот эта вот фраза. Так что же нам теперь грешить? Понимаете? То есть я в принципе, ну, вот, неважно, что я сделаю. Правильно я все сделаю или неправильно я все сделаю, когда я во Христе. Понимаете? То есть, правильно я поступлю или неправильно я поступлю в данной ситуации. Я умер для закона. Поэтому в принципе, неважно, как я поступлю. Правильно или неправильно. Почему? Потому что я умер для закона. Понимаете? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я умер для закона. Я умер для правил. Мне не так важно, правильно я поступлю или неправильно. Я хочу правильно поступить, да. Но я умер для закона, значит, это что значит, например, как это на практике в жизни? Мы иногда думаем, ой, я вот здесь неправильно поступил, ну вот все, теперь со мной будет вот так. Знакома нам эта ситуация или нет? Я тут повернул не туда, я тут не позвонил, я тут вот сказал кому-то что-то плохо и теперь мне прилетит. Некоторые люди во Христе до сих пор продолжают так жить и продолжают так мыслить, что вот это именно, оно говорит, что я умер для закона. Теперь нету вот этого закона, который меня наказывает за мои какие-то ошибки и неправильные вещи. И в этом жить не так-то просто, на самом деле. Потому что, ну, некоторые люди не соглашаются с этим, им трудно это вынести, потому что здесь нужна вера, что, ну, как бы, на самом деле благословение моей жизни, оно не зависит так от тщательности моих решений, оказывается. Круто, нет? Вот. И я поэтому говорю, что, знаете, что я думал? Вот грешники, они должны радоваться этой проповеди. Привет, Михаил. Я очень рад, что тебе ты радуешься. Не прячь от меня свое лицо. Я, ну, так это я, просто ты сейчас спрятал. Я говорю, что суть в чем, мы должны стать церковью, которая, проповедуя о грехе, грешники будут кричать так, вау! Потому что, ну, мы неправильно иногда проповедуем о грехе. Мы хотим проповедовать о грехе так, чтобы грешники все, ээээ, вот так вот так, и под землю провалятся. А Евангелие, оно вот такое, на самом деле, оказывается, что, ну, как бы, что грешники, они начинают в церкви, они начинают, слушай, а мне нравится эта проповедь, я пойду еще раз. Вот так должно быть. Ну, так было у Иисуса, вы верите это или нет? С ним любили сидеть мыдари и грешники, елки-палки. От него благодать исходила, от него исходило вот это его отношение, как к Богу, к людям, что он их любил. Вот они чувствовали это его отношение, и они еще не оставили ведь свой грех, понимаете? Не оставили, но они себя с ним чувствовали хорошо. Вот такой мы должны стать церковью. Это не значит, что мы поощряем грех. Просто это значит, что мы знаем, что грешник, он не в силах освободиться от греха. Не на нем вина. Что ему нужно? Ему нужно Евангелие слушать. Ему нужно ко Христу прийти, духу получить. Ему даже не нужно говорить, как вот, там, я вот, порости меня. Ему просто нужно вот это поднятие, ему нужно вот это откровение, что не он во всем виноват. Аминь? Вам нужно это откровение или нет? Мы иногда, как христиане, продолжаем себя обвинять, других обвинять. Вот это вот внутреннее, знаете, что вот грех, крайний грешник. Первое, что здесь Павел говорит, он начинает, вот сейчас мы дальше пойдем про грех размышлять, в седьмой главе. Первое, что он начинает говорить, что я телом Христовым умер не для греха, для того, чтобы войти в благодать. Я для закона умер. Я умер вот для этого разделения, плохое и хорошее. Теперь меня вот это вот плохое и хорошее, оно меня не градирует, что если я вот выберу плохое, я, со мной будут проклятье. А выберу хорошее будет, понимаете, почему я говорю, что это вот решение наших касается, сломости наших решений. Мне гораздо больше, я действительно в последнее время, знаете, какое-то это работает. Я помню, я кому-то делился или что-то, я молился или поправил что-то. И, возможно, там была какая-то ошибка, ну. И вот один человек такой, как бы вот в годах, женщина была, так сказал, ну, тебе надо быть очень осторожным, чтобы вот правильно, чтобы вот ты как бы не ошибся, потому что тебя многие служат. Я говорю, неужели благодать Божья споткнется от моей ошибки? Ну, понимаете или нет? Для этих людей. И я так верю. И точно так же, неужели мои ошибки, мои неправильные решения могут помешать Богу благословить меня? Я на кресте, я умер для закона, я умер вот для этой вещи, которая была во второзаконе, исполняющей закон, там был вот такой список огромный, где было сказано, то-то, 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 делайте, будете делать, будете благословенны, не будете делать, будет с вами, то-то, 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 и список проклятий, он еще больше, чем благословенны. Но во Христе, вот, Бог, он, понимаете, Бог же, он многозадачный, да, вот, на самом деле, христианство, это не просто дважды двадцать четыре, это не просто вот, ну, поэтому нам для того, чтобы по-настоящему освободиться от греха, нужно освободиться от закона, в первую очередь, потому что сила греха, что? Что? Закон. Сила греха вот в этом нашей заморочке, что вот если сделаю плохо, мне будет плохо, если сделаю хорошо, мне будет хорошо. Все, вот так вот я вам разложил дважды двадцать четыре. Вот сила греха вот в этом. Ты постоянно сваливаешься вот в эту примитивную логику. А во Христе я благословен. Все. Даже если я приму кучу неправильных решений, я все равно благословен и спасен. Так что же мне теперь грешить? Нет. Я свободен от закона, я свободен в своем мышлении, от того, что от моих решений что-то сильно зависит, и я свои решения теперь принимаю свободно, без вот этого страха, понимаете? Без вот этого страха принять неправильное решение. Туда пойти работать, или туда пойти учиться, или какую машину купить, или, ну, вот разные решения. Во Христе я попадаю в десятки. Поэтому какая моя очередная задача? Быть во Христе. Аминь. Все. Я вот ребятам показывал, что такое, ну, мимо. Что такое грех, да, когда мимо. Я вот, мы брали мишень, и я кидал дротики. Мало того, что они у нас были сломаны, и вообще не втыкались, так попасть вот в самый центр практически невозможно. Можно только вот случайно, знаете? А во Христе я даже вот так вот попадаю в десятки. Вот так. Понимаете? Но, ну, это образно говоря, но я так не делаю. Правильно? Я когда во Христе, все равно должен быть сосредоточен и просто в десятку. Правильно? То есть я не пренебрегаю благодатью так, что мне теперь вообще все равно, как я живу. Все равно, как я поступаю. Я все так же хочу принять правильные решения в своей жизни. Ну, у меня теперь есть свобода. Что какое бы решение я не принят, я благословен. Обидите, скажите, обидите. Мне кажется, до вас доходит. Я вот, ну, вот, так внутренне это ощущаю. Доходит, мастер? Поэтому вот мы видим, что вот в этой седьмой главе, когда Павел пытается вот этот вот расклад дать, он начинает с закона. Давайте дальше. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные обнаруживали мы законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой буквы. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил не пожелать. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне в смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умерзвил ею. Посему закон свят, и заповедь святая, и праведная, и добра. И так неужели доброе сделалось не смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего дела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вот такова информация. Знаете, вот трудно что-либо комментировать, потому что Павел и так все разложил. Нам просто нужно, вот с каждым разом, когда мы находимся в этом месте, и вообще с каждым нашим годом во Христе, ну нам стараться нужно, как бы, да, чтобы вот этот объем, который тут описан, все больше и больше нам становился ясен и понятен. Да, что вот грех, крайне грешен, что, ну, как бы, вот закон добр, да, и правила хорошие. И Иисус пришел, в принципе, для того, чтобы исполнить закон. Ну, для того, чтобы исполнить закон, нужно от закона освободиться. Понимаете? Тогда мы только исполним. То есть нам нужно освободиться от этой тяжести вот этих решений наших, от страха, да, от страха принять неправильное решение, да, или вот от вот этой действующей силы греха, да, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Да, то есть мы находим это, что действительно вот все, как Бог хочет, чтобы мы жили, оно правильно. Не пили, не курили, матом не ругались, не обманывали, не прелюбодействовали, почитали отца и мать, почитали, не желали. Вот мы вот с Оксаной эту неделю, она там несколько раз рассказывала, как до нее, оказывается, дошло, что такое не пожелай жены ближнего, дома ближнего и так далее. Что это не только относится к действию, что грех не только относится к действию, что не укради, не возьми, не... А уже даже на уровне вот пожелания, когда ты, понимаете, вот, ну, насколько он грешен, насколько мы часто пропитаны в своем уме и в своем, вот, ну, как бы, в этой зависти такой, да, просто вот мы не... то есть вот в корне того, что если я просто даже недоволен там тем, что у меня есть, значит, я доволен чем-то, что, ну, как, мне нравится что-то, что есть у другого. Все, ты во грехе. Понимаете? Ты во грехе. Не в смертном, но ты мимо уже, ты мимо мыслишь, ты уже, понимаете, ты не воспринимаешь реальность так бы, как хотел Бог. Ты уже представляешь Бога, ну, как бы, вот, ну, все, что Он тебя не делает счастливым, недостаточно. Что-то Он не доделал. Хотеть нужно большего? Хотеть нужно чего-то, ну, нужно. Ну, вот, как? И я поэтому говорю, что много раз мы даже не знаем, как это без греха. Просто грех настолько вот пропитан, что для нас нормально желать того, что у ближнего, и хотеть, и раздражаться, и завидовать, и потом делать какие-то пакостные вещи для этого человека, внутренне, просто даже как-то, может быть, где-то его критикануть с кем-то, да, просто слить какую-нибудь на него информацию кому-нибудь, кого-нибудь, вот. Да, и все это делается вот из каких-то неправильных внутри настроек, побуждений, потому что вот грех есть. Вот, поэтому для того, чтобы вот тоже понять, насколько мы греховны, десять заповедей. Просто вот знайте их хотя бы, просто знайте, потому что, ну, некоторые, не убей, не укради, ну, да, вроде не убил и не ворую. Ну, желаешь иногда, а как насчет, почитаешь ли отца и мать, да, потому что почитать отца и мать, это не просто, да, алло, как все дела. Не в этом почтение. У нас с русским языком, вот здесь вот с переводом чуть-чуть проблемы, потому что почитать отца и мать, это больше именно вот заботиться об ихней старости. Это, ну, грубо говоря, финансы. Финансы, помогать, дать им, то, что они в тебя вкладывали, ты вот, ну, ты почтишь на деле, потому что они этого не скажут часто. Отец с матерью, они вырастили тебя единственного, и им лишь бы их не чадо, вот оно двигалось там, что-то по кулам, ничего нам не надо, пусть у тебя все будет хорошо. Но им надо. И когда сын мудрый, когда сын или дочь, вводимый духом в Боге, они будут это делать, и сердцем матери оно будет вот это вот благословение рождать, и Бог слышит эти молитвы. Потому что вот это вот, почитай отца и мать, это заповедь с обетованием, написано. Первая заповедь с обетованием, это принцип благословенной жизни. Чтобы ты был успешен и долголетен на земле, почитай отца и мать. Вот, и другими словами, это внесено в десять заповедей, что значит обратная часть, это грех. Помните, как Иисус обвинил фарисеев в грехе? Он им говорит, вы говорите порвом, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня мог пользоваться. То есть они, он говорит, вы поставили заповедь человеческую выше заповеди Божьей. Представляете, а они что делали? А они говорили, я Богу служу, я Богу принушу. Это важнее, это главнее Иисус говорит, нет, нет. Оказывается, почитай родителей главнее. Представляете? А если мы пойдем еще выше, вот в эти заповеди, почитай день субботний. Ну это грубо говоря о чем? Ну это вообще, ну это о собрании, о поклонении, о том, о отделении какого-то дня для того, чтобы вот, понимаете? И если этого нет, вот Бог в ветхом завете, он очень сильно с ними боролся и предъявлял им за день субботний. То есть это была очень жесткая такая заповедь, что ее просто нужно исполнять. Представляете? Это не просто так. А многие из нас, мы же даже ничего не чувствуем в этом. Там не сходили на собрание, но и не сходили, не сходили. Раз, два, три, десять. И я здесь не пытаюсь как-то сманипулировать так, чтобы люди постоянно ходили на собрание. Это нормально иногда, когда мы как бы, ну мы в свободе движемся. Но это заповедь Божья. Понимаете? Это заповедь Божья. И здесь вот никуда не денешься. Бог говорит, ну я тебе это дал, я хочу, чтобы ты этот день отдыхал. Я хочу, чтобы ты этот день посвятил мне. Мы же не чувствуем греха здесь. Для нас грех-то не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Мы, ну как бы, у нас даже не елкает ничего. Часто. Я только умоляю, не думайте, что я как-то сужу. Я сам такой. Ну, в том плане, что мы больше, я что пытаюсь здесь объяснить. Не пытаюсь даже как-то вот повлиять на то, что обходили. Я пытаюсь как бы показать, что для Бога является грехом. Что для Бога является вот этим мимо, когда мы идем мимо благословения, мимо Его воли. Понимаете? Что вот эти вот вещи там, они стоят выше. Вот эти вот, почитай день субботний, почитай отца и мать, они все стоят выше. И не говоря уже, там еще выше пойдем, не произноси имя Господа Бога напрасно. Там еще выше. Там еще большие моменты, которые тоже для Бога являются грехом, а мы на них внимания можем как бы не обращать. То есть вот какое-то вот, да, слишком праздное отношение как бы к Богу, вот, оказывается, тоже является чем-то таким неправильным и стоит очень высоко у Бога. Не поклоняйся, не служи другим богам, да, не создавай себе кумира. Не делайте вот этих идолов. И если тоже посмотрим в какие-то сферы нашей жизни, мы тоже найдем там и идолов, и кумиров, и чего-то, к чему привязано наше сердце. Но сегодня я вот, ну, говорю, что я просто к тому, чтобы вот, ну, вот эта вот греховность, греха, она нам стала открыта. Чтобы мы не пошли по этой вот такой линии, так уверенно говоря, про себя, ну, у меня-то все нормально. Не воровал, не убивал, не прелюбодействую и так далее. Мы много раз не исполняем закон, не исполняем. Но у нас есть вот эта возможность, что мы через Христа, мы умерли для закона, в первую очередь. Для чего? Для того, чтобы вот грех потерял эту силу, для того, чтобы он потерял эту власть. Иисус все сделал. Поэтому, да, я знаю, как моя жизнь должна выглядеть, как бы в идеале. Ну, и не исполняя всего этого, я не расстраиваюсь, я не умираю. Я не вот себя загоняю в тупик и в депрессию, понимаете? И точно так же я не легкомысленен к этому, что я вообще на это внимания не обращаю. Понимаете, теперь, да, вот, ну, вот, ну, немного, что такое христианин? Мы, здесь Павел про это говорит, вот, знаете, 25 стих. Вот вывод какой весь. Благодарю Богу, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит меня вот от этого вот? Знаю, как правильно, но не делаю. Что мне делать? Благодарю Богу моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. И Миша закивал. Человек, испытывающий на себе вот эту тягу. Да? Да, ничего страшного. Да, хорошо. Закона нет. То есть, другими словами, что Павел хочет сказать? А что, я продолжаю плотью закону греха служить? Да или нет? Да? Нет. Да. Почему нет? Павел же сказал. Трудно сказать да. Я вот про это и говорю. Трудно умереть для закона. Правильно или нет? Так что же нам теперь грешить? Вот он, лакмусовая бумажка. Вам всем хочется сказать, как лучше. Правильно или нет? А Павел говорит, вот он взял нас эту ответственность и Бог в эту Библию поставил. Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Все гладкие, с меня взяткие. С меня взяткие, гладкие. Все осуждающие лесом. Опа. Ну на самом деле так. Знаете, какой дальше стих идет? Восьмая глава римлянам. Мы сегодня туда не пойдем. Мы удастся в следующее воскресенье. Мы вообще побудем в этой восьмой главе римлянам. Потому что вот именно с этого начинается, я вам называю, римлянам восьмая глава. Вам домашнее задание. Три раза ее прочитали. Это римлянам восьмая глава. Просто вот три раза. А лучше каждый день по разу. Можно десять раз ее прочитать. Я эту главу пытался выучить наизусть. Когда я на нее нарвался, когда я ее понял, когда... Я ее не то что даже понял. Вот она мне открылась, я еще комментарий там читал. Да, вот она, римлянам восьмая глава. Жемчужина всех посланий Павла. Одна из таких самых главных жемчужин Нового Завета. Там что не стих, то просто полет духа. Понимаете? И начинается там так. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И знаете, авторы добавили, но по сути там нет этого добавления. Там так написано, что тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Там это подразумевается, естественно. Но добавления в оригинальном тексте греческом нету этого. Там просто Павел говорит, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И мы пойдем туда потом, потому что хочется там побыть побольше. Потому что вот полет начинается оттуда. Но настоящий полет начинается вот именно вот сначала. Мы должны согласиться с тем, что мы не способны не грешить. И понять, в чем же заключается вот этот вот полет. Что оказывается, для того, чтобы полететь, нужно освободиться от закона. А это труднее. Вот вы сейчас для меня, вы как просто продемонстрировали свою, как бы до конца неготовность освободиться от закона. Потому что получается, это немножко как бы звучит безбашенно. Как это так освободиться от закона. Вот Павел сказал, да? И так тот же самый я плотью своей, законом, умом своим служу Богу, да? Как здесь написано? И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. И все. В чем это говорит? О том, что не по закону мы, по благодати мы живем. Вспомните Петра, апостола, который сначала убежал и отрекся три раза. Ладно, мы можем сказать, но не было духа еще у парня. Рады еще. Да, они потом действительно стали смелы и дух пришел. Но была еще одна ситуация. Когда уже апостол Павел ходили к язычникам. И помните, он выступил против него. Когда Петр стал лицемерить. Лицемерик, прятаться, трубки не брать. Делать вид, что с язычниками не ел, не пил. До этого ел. А как пришли люди знатные, не ел. Что это? Так и не ел. Правильно или нет? Апостол. Духовный, вводимый святым духом. Люди воскресали от его молитв. Тень падала, исцеляла. Он продолжает иногда своей плотью служить закону греха. Но благодать в чем? Что он для меня, да. Вот Павел выступил, сказал, и Петр согласился. Принял. Может быть тяжело было. Может быть даже не сразу принял. Потому что мы не знаем каких-то моментов, да. Но вот Писание нам дало эту информацию. И причем не от Петра оно дало, но именно от Павла дало. Вот. Теперь, что же так, ну вот еще раз. Как это работает? Давайте мы еще прочитаем. Мы откроем евреям. Девятую главу. То есть, вот да, мы поняли, что все согрешили, да, что все под грехом, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Опять же, да, вот в чем заключается вот эта вот греховность человеческая, что нет праведного ни одного. В чем заключается основной вот этот грех, что они Бога не ищут, что человек по-настоящему не ищет Бога. Он может ходить в церковь. Представьте, вот, ну, на самом деле это реальность. Человек может ходить в церковь, быть вообще активным членом церкви, но может Бога не искать. Вот такая, такая вещь есть. То есть, его принт, то есть, что это значит? Его, в принципе, не интересует мнение Бога. Он сам про себя выстроил, как бы, вот мнение, его интересует вот это вот исполнение закона, и мы видим, что вот евреи, они так могли жить. И сегодня на нас это тоже, как бы, вот все распространяется. Что, в первую очередь, что происходит с человеком, который освобождается от греха? Он ищет Бога. Он может искать Бога. Его по-настоящему интересует мнение, которое есть у Бога. Его не интересует побыстрее бы сделать так, оп, все, чтобы выглядело красиво, чтобы никто не заметил, может быть, или еще что-то. Но его действительно интересует мнение Бога. Вот это вот настоящая свобода от греха. Когда тебя интересует мнение Бога, даже если оно тебе не нравится. Потому что, ну, поэтому пускай мне Бог, ну, вот мы и должны быть открытыми, чтобы Бог нам говорил, да, и вот вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому, действительно, вот, освобождение, истинное освобождение от греха, оно связано с знанием. Поэтому Павел здесь тоже нам говорит, итак, умом моим служу закону Божьему, плоти моим закону греха. Поэтому нам надо Евангелие, нам надо учиться, нам надо читать Библию, понимаете? Вот ты не сможешь быть свободным от греха, не имея вот этого обновленного ума и понимания, как это работает. Вот, понимаете? Все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Почему? Потому что вот Павел написал, что плотью ты будешь продолжать служить. Но если твой ум будет обновленным, он будет тебя освобождать от этой вот зависимости через закон от греха. это называется, ну вот, я это вижу, это называется краплением, очистив сердца от порочной совести. Слышали такое выражение в библейском? Может быть, тот слышал, может быть, не слышал. То есть, дальше мы идем вот в эту суть, что вот через жертвоприношение в Новом Ветхом Завете нам было показано, что плата за грех смерти, да? И там написано, без пролития крови не бывает прощения греха. Мы тоже это вот евреям, домашнее задание вам давайте читать евреям 9-ю, 10-ю главы, можно еще 11-ю. Да, для того, чтобы вот, мы сейчас, наверное, что-то еще прочитаем здесь, ну вот, для того, чтобы нам понять больше, нам нужно это прочитать, потому что вы знаете, бесы крови Христа не боятся. Вот я заявляю вам такую фразу, потому что, ну вот, перу на себя ответственность. Не боятся имени Иисуса. Да, имени боятся. Ну, просто мы иногда имени, ну, они даже, если просто имени по плоти, они не боятся. Они боятся твоего откровения во Христе. Они боятся самого Христа. Вот, поэтому, да, много раз мы слышали, что во имя Иисуса, у нас в Библии есть пример такой, во имя Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Помните, да? Семь сыновей первосвященника Скемы нашли человечка, у которого был одержим Духом. Семь человек было, да? Взяли его, положили, руки на него поставили и начали выгонять. Повелеваем тебя во имя Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Помните ответ какой был? Иисуса знаю. Павла тоже. А вы кто такие? Держите, да? И написано, что голые побегали, избил всех и выгнал, и все ужаснулись, да? Что дело не только вот, знаете, в произнесении имени, а именно дело в понимании сути. Понимаете? Знаете, это вот как и дьявол, и бесы, они же как животные. Вот как собака, знаешь, она знает, боишься ты ее не боишься. Вот если ты сможешь настроить так свою внутренность, да, будет у тебя вот внутри, что ты ее реально не боишься. Ты вот, и она тебя испугается. Она включит заднюю. Но если ты не уверен, если ты не имеешь этой уверенности, то она все заметит. Вот примерно и так же и здесь. Но я просто, я много раз просто слышал, как люди практикуют, и может быть, когда-нибудь в этом раскаюсь, если мне как-то Бог откроет, но сейчас у меня какое-то вот больше здесь несогласие, да, когда люди там покрывают кровью Христа, все. Дома, ну как бы, да, ну как покрывают, ну я покрываю кровью Христа, то покрываю, это покрываю и так далее, да. На что это похоже? Думеет на язычество похоже, на колдовство похоже, что вот ты, как будто что-то зависит от каких-то произнесений, каких-то слов там и так далее. И что происходит, когда ты не понимаешь, что делаешь? Ну что-то вот происходит там в духовном мире, правильно или нет? То есть вот я не знаю, как это работает, но вот как-то это вот работает там, я вот и... Я просто много слышал, что прям вот, ну, такие авторитетные какие-то проповедники, ну или известные там, я не знаю, насколько они авторитетные, там предлагают другим людям практику такую, что надо с утра все покрывать кровью Христа и бесов и так далее. И вот, ну, я говорю, а вот здесь вот с кровью Христа это примерно как со святой водой в фильмах ужасов, да, вот, что на вампирах можно что-то там побрызгать какой-то святой водой там и так далее, да, вот примерно так же здесь. Что делает кровь Христа? Теперь вопрос. Кто знает? А бывает от всего этого времени? Что обывает? Что конкретно в нас? Библия нам дает просто эти ответы. Написано, что кровь... Я открою. Это Римлянам, 10 глава, 20 стих. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистив сердца от порочной совести, омыв тело водой чистой. Евреям, 9 глава. Здесь про Скинию первую написано, да, вот с 8 стиха я прочитаю. Синь, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в святилище, доколе стоит прежняя Скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящим. Что омывает кровь Христа? Сердце и совесть. Понимаете? Другими словами, это наша вот эта вот ограда, наша вот заградительная часть, то, на что мы уповаем. Что вот это вот, да, мы не краплением очищаем сейчас, да, но благодаря тому, что кровь Христа была пролята, да, я не виновен, я прощен, даже если я делаю не всегда правильно. Совесть это очень такая сложная штука, непростая. И вот кто помнит, что такое крещение? Это тоже про это. Крещение – это не плотская нечистота и омытие, но просьба Богу о доброй совести. И мы уже, как бы, говорили, что неправильный перевод – это обещание Богу доброй совести. Потому что слова просьба и обещание, там вот это вот слово, которое там стоит, его можно перевести и так, и так. Но стоит определенный предлог, после которого нельзя его перевести, как обещание. Оно означает, само слово дословно переводится, как обращение, да. То есть, грубо говоря, мое крещение – это моя просьба, мое обращение к Богу. Бог, дай мне добрую совесть. Окропи меня вот этой водой, забери вот эту совесть, которая меня судит. То есть, да, вот, ну, мои решения, мои ошибки. Что у нас включается? Совесть включается. Правильно? И вот эта вот совесть, она меня перед Богом как бы и выдает, и оскверняет. То есть, что там произошло с Адамом, когда он согрешил? Он спрятался от Бога и говорит, я ногой. Все, совесть заработала. Он что-то почувствовал, он почувствовал этот дискомфорт. И мы видим, как Бог вышел. Адам, Адам! Так интересно вообще вся эта ситуация развивалась. Что Бог, он как бы, ну, давайте такое прям современное выражение, дурака вырубил? Типа не знает, что Адам согрешил, да? Ну, вот, с другой стороны, да, Бог выходит к Адаму как к Адаму. Адам, Адам, он его зовет, понимаете? Вы понимаете, всемогущий Бог, он, ну, по идее, должен был, как сказать, чего Адам согрешил? Вот первые слова должны быть, были бы так, правильно или нет? Он же всемогущий Бог, он же все знает уже. Но почему-то вот в Эдемском саду Бог выходит, как обычно. Адам, ты где? Адам? Нету Адам. Спрятался Адам. В кустах сидит. В листьях уже. С женой вместе. То есть, ну, то есть, и у нас так же. То есть, Бог, ну, сейчас во Христе, он к нам, понимаете, он к нам выходит, он тебя любит. Он тебя все, ну, как бы, все время любит. А ты, когда вот с этой порочной совестью, когда в законе, ты все время такой, понимаете? Вот, вот так. И мы почему-то иногда думаем, что вот мы так вот не чижаемся, мы так вот, мы так Богу больше нравимся, вот. Потому что совесть не очищена, потому что я не понимаю, как это работает. Понимаете? Мне нужно все время вот, что-то как-то там, жертвы приносить какие-то. И это я не говорю, что вот мы теперь, все, так что же нам теперь грешит? Нет. Но вот освобождение от греха, оно вот такое. Мы, я вот сейчас, я понимаю, что я вам винегрета дал много такого, знаете, но я и сам понимал, что вот если мы попытаемся все вообще структурировать, просто разложить там каждую штуку, ну, точно так же получится винегрет в итоге. Потому что мы начнем с одного и забудем, о чем мы говорили. Ну, давайте вот я вам прочитаю сейчас евреям. Вот я здесь прочитаю сначала девятую главу. Сим, Дух Святой, с восьмого стиха. Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиня. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с ястрыми питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, при расхищении будущих благ, придя с большую совершенничью скиню, нерукотворенную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телится через закрепление, освящает оскверненных, да было бы тело чисто, то насколько лучше кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И мы опять встречаемся с этим пониманием, что оказывается, кровь Христа, она очистит нашу совесть. Она освободит нашу совесть, что мы действительно можем уже служить Богу без вот этого осуждения и обвинения, благодаря тому, что сделал Он. Вот и думай, как это будет работать. Евреям, 10 глава, с 1 стиха. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Вы знаете, вот я когда-то получил это откровение, что хоть и нет сейчас Ветхого Завета, нет у этого храма, но люди по своей сути часто пытаются приходить к Богу через вот приношения и жертвы. У них это является как бы основным, такой вот, ну, защитой, причиной, да, для того, чтобы приходить к Богу. Насколько я хорош, насколько я делал или не делал, что я приношу или что я не приношу. Понимаете, и вот это не может сделать совершенными приходящих с ними. Никогда. Когда мы таким образом по этой схеме приходим, получается, что вот выше там мы прочитали, в 9 главе, что Сим, Дух Святой показывает, что доколе стоит первая скинье, все вот так. И мы иногда даже в христианстве пытаемся вот этот вот храм нарисовать, как вот эту первую скинье. Да, ну, мы и рисуем его, в принципе, так. Да, что есть внешний, внутренний, святой, святой, святых. Но по своей сути я все время говорю, мы в святом, святых. Понимаете? И мы вот там рождаемся. Святой, святых для нас, это наше место. То есть это место твоего сердца, оно внутри тебя. Вот, поэтому, ну, ничего лучше, чем вот именно кровь Христа, с которой нужно приходить к Богу. Понимаете, да? Почему мы тогда, ну, вот, на богослужениях всегда благодарим Бога, да, за то, что Он сделал, принимаем причастие. Потому что вот это причина нашего, ну, как бы, прихода к Нему. Не только даже, как мы живем. Мы живем, вот, ну, если мы поверим в благодать, освободимся от закона, я верю, что, ну, мы постепенно преобразимся в настоящего Сына Божьего, настоящего христианина. Потому что можно пойти по другой дороге. Можно быстро притвориться и исполнять закон. И это то, что мы говорили, семена, посеянные на камнях. Когда ты не разобрался с греховностью, когда ты не разобрался с грехом. Когда ты быстренько, как бы, применил свои усилия, освободился от того, от другого, от третьего, не поняв, как бы, сути вещей, не пережив эту настоящую греховность и встречу со Христом, и освобождение именно окропления твоей совести кровью. Понимаешь? Продолжая делать какие-то дела, ты совесть свою омываешь кровью, ты вот, ты ум свой обновляешь, продолжаешь искать Бога. Возможно, даже пропадают Евангелие, еще что-то. А есть люди, которые, ну, вот, и я это вижу очень много. Знаете, я был вот в этом рету, и видел очень много людей, которые так заявляли, что они христиане, которые много лет были христианами. А потом что-то произошло, и оказалось, что у них, ну, нет самого главного, нет самого ценного. Просто вот они вышли за забор, закона не стало такого, атмосферы не стало, и они совершенно оказались бессильными против греха и греховности. И уже второй раз процесс этот пройти очень сложно. Поэтому лучше, ну, многие моменты делать с первого раза. Пятый стих. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжение, ни жертвы за грех, которые приносят закон, которым ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постоять второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. То есть мы опять приходим через другие слова, но вот к этому же. Что умом моим я служу Богу. Я вложу законы внутрь. В дух, в разум и в мыслях напишу их. А где прощение грехов, там не нужно приношение. Итак, братья, имей дерзновение, входите во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступая с искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую. Могу добавить здесь, что такое омыв тело водою чистую. Как вы думаете? Не будете говорить, что вы ошибетесь, ошибетесь? Грехи. Нет. Слово Божие. Аминь. Помните, Иисус сказал ученикам, Он говорит, Вы уже очищены учением, которым Я... Прежде чем омыть им ноги, Он говорит, Вы очищены учением, которое Я вам дал. Вот, понимаете, поэтому это так работает. Это образы, да, то есть для того, чтобы нам понять, то, что нам не омыться, как бы без воды и без крови, да. Он пришел не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует, да. Поэтому нам очень важно, чтобы эти вещи были в нашей жизни. Чтобы мы имели учение, здравое учение, чтобы мы учились, чтобы мы напитывали свой ум от Слова Божьего, чтобы мы возлюбили это чистое словесное молоко. Бог сам сделает эту всю работу. И как бы мы должны размышлять об этом. Мы должны размышлять о грехе, что такое грех, что такое грехопадение. Мы должны быть ревностными по поводу этого, для того, чтобы умереть для закона. Потому что, ну, многие люди не идут в свое христианство, в рождение духовное, ну, как бы вот в полноту, просто держать за закон. Потому что закон исполнять безопасно, без закона оказаться, страшно, понимаете, без каких-то правил. Понимаете, вот, помните, как израильтяне, у Бога сразу был план, зайдите ко мне на двору, народ мой. Они говорят, не-не-не-не-не, нам страшно, мы не пойдем, ты давай сходи, принеси нам, расскажи, все сделаем. Вот клянемся тебе, обещаем тебе, все сделаем, вообще будем слушаться и так далее. Да, вот оно легко так иногда по вдохновению про себя сказать, что я буду слушаться. Будешь ты слушаться? Нет. Не можешь слушаться. Поэтому мне нужна кровь в Сусе Христа. Аминь. Поэтому мне нужно постоянно вот это вот понимание, что Он умер за мои грехи, и все. Я продолжаю двигаться вперед, я выводы делаю из ошибок? Делаю. Правильно или нет? Не могу не делать. Но я не боюсь ошибок. Я не боюсь, вот, ну, как бы, что мне обязательно нужно исполнить закон. Вот, я не только для греха умер, я и для закона умер. Для того, чтобы сила греха во мне не действовала. А, поразмышляли? Утомились? Тяжело? Ну, ничего страшного. Мне на вас, с одной стороны, жалко по плоти, а по духу не жалко. Потому что, ну, вот такие вещи, знаете, разобрать очень сложно. Мне, чтобы за них взяться там, да, и сказать, вот я буду на них проповедовать, я много раз придумаю какие-то оправдания, чтобы взяться за что-то другое. Потому что, ну, мы сами видим, сколько текста, да, что у нас и в римлянных текстах, и в евреях текстах, и много текстов. Но я думаю, что вот за эти два учения немножко ясность пришла, да, что мы грешим, мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим потому, что грешники. Ну, дар Божьей благодати, он намного сильнее дара, который, вот, вот этого дара смерти, в кавычках, да, он намного сильнее вот этого, вот этой вот проблемы, которая была сделана. Но она только у Иисуса Христа. Вы понимаете теперь, почему никакие другие религии не могут сравниться с христианством? Нет? Вы понимаете, что вот такую задачу, которую решил Иисус Христос, ее даже никто и не думал, что такая задача стоит. Все учителя какие-то вот в других религиях, они были просто учителями нравственности. Они были другими словами учителями закона, так пересказали, так пересказали, своей жизнью показали, много исполнили каждый из них, да, добрые люди были, слушать их было приятно, но никто даже подобного не сделало ничего, что сделалось в Иисус Христосе. Аминь. Поэтому, понимаете, поэтому вот эта вот война греха, она настолько непростая, как бы, она вся там внутри. Грех, он настолько грешен, что вот он посредством доброго приносит смерть. То есть вот, что получается с человеком, который исполняет полностью, например, закон? Он возгордится. У него нет шансов не возгордиться, понимаете? Просто нету шансов, потому что он вот, он, все, и все. И уже не тот принцип, не тот мотив, не там человек совершенно. Поэтому мы, кроме как пребывать во Христе, у нас нет никаких других путей. Иисус говорит, я путь истинной жизни. Все. Нам просто нужно вот научиться в нем пребывать, понять, как это работает на практике, да, и мы действительно с вами, ну, придем к этой жизни в духе, да, научимся жить духом, научимся слышать голос Божий через это, да. Почему вот мы не можем сейчас слышать голос Божий? Потому что совесть говорит. Совесть. Не а мы там тебя судим. А вместо того, чтобы пьют, ты не можешь искать Бога. Потому что вот тогда она тебе что-то говорит. Вот так, вот так, или вот так, вот так. А вот и так, потому что ты так. И ты хватаешь эту первую мысль, и все, и тебе достаточно, или в суждении, в каком ты живешь, или в гордости, и так далее. То есть вот совесть, она тебя либо так, либо так. А нам нужно, чтобы она омытая была и молчала просто. И добрая была к нам. Да, вот такое тоже откровение, что крещение – это просьба к Богу не чистой совести. Я раньше все время хотел помочь Библии и вставить вот это слово чистой совести. Потому что мне хочется иметь чистую совесть. А я не могу иметь чистую совесть. Потому что я плотью своей вслужу законам греха. Я могу иметь добрую совесть. Которая добрая по отношению ко мне. Которая, ну как бы, вот она, понимаете или нет, да, как это работает? Вот, ну вот, в отношении разума. Она добрая. Меня Бог оправдывает. Зачем я себя буду осуждать? Говорите, все. Мы ее удобрили. Мы ее накормили. Такая добренькая, сидит довольная. И все. На нее покрапили кровью. Вот, поэтому. Мне просто вот, ну нравится вот в этом всем пребывать. Ладно. Долго это все. Долго. Продолжение следует...